Здравствуйте, друзья! Это Forbes Digest и выпуск, за который вы отдали свои лайки. Первые шаги миллиардеров в продолжение. Мы расскажем вам истории бизнесменов, которые стали лучшими в своем деле как на мировой арене, так и в России. И не благодаря сырьевым ресурсам, а с помощью таланта, усердного труда и лидерских качеств. В этом выпуске миллиардер Илон Маск, сооснователь и генеральный директор группы компании Яндекс Аркадий Волош и сооснователь ДНС Дмитрий Алексеев. Секунду, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Наверняка вы хотя бы раз гуглили их фамилии, но я сэкономлю ваше время и расскажу все подробно. Поехали! Но сегодня необычная программа, я устроился на еще одну работу. Партнер этого выпуска, супермаркет Евроспар, любезно согласился взять меня к себе на стажировку. И сегодня я покажу вам один день из жизни курьера. Ну а что, времена тяжелые, на ютубе конкуренция огромная, надо всегда иметь какую-то подстраховку. До этого у меня было собеседование, мне выдали бейджик, перчатки и маску, но меня волновали деньги, как всегда в принципе. График два через два, зарплата, оклад 45 тысяч, но можно заработать и больше, это я проверю. Главное, разрешили совмещать с ютубом. Но в Евроспаре курьеры обязательно должны быть на машине. Есть корпоративные машины, да, автомобили, аргусы, которые компания именно. Можно также на своей машине. Затем меня познакомили с Ильей. Ярослав, знакомься, это Илья, Илья, это Ярослав. Это мой наставник, он уже год работает курьером. В спаре пришел в профессию из личных водителей. Говорить для него так удобнее планировать свой график и вообще жизнь. Затем мне вручили мои первые заказы. Вот это мой первый заказ. Молоко, яблоки и вот такая штука. Это хладагент, чтобы все было холодным, свежим. Можно ехать. Удобно, кстати, мне нравится то, что сумка на колесиках. Всегда жалко видеть курьеров, которые с такими гигантскими рюкзаками надрывают спину. А я здесь как в аэропорту, по которым я, кстати, очень соскучился. Один клиент заказал пиццу в спаре. Там прямо внутри стоит печь, где готовят и пепперони, и 4 сыра, и другие известные пиццы. Ну я не знаю, как ее не забрать с собой, но попробуем справиться с этой задачей. Вообще, развозить еду – это волевое испытание, я бы сказал. Все, до свидания, Рамис. Пока-пока. Их мы отнесли в машину-кулье, где, кстати, стоит специальный холодильник для замороженных продуктов. Купе? Мы на купе поедем? Едем на купе. Стильно, это в нашем стиле, это Forbes. А это что такое? Это холодильник. Сюда мы ложим замороженные продукты, чтобы они в пути у нас в связи с жарой не растаяли. Пиццу можно положить сюда, чтобы она тоже не мешала нам в салоне. Илон Маск, надо сказать, подрабатывал в менее приятных условиях. Увидите дальше. Поехали. Знаменитая фраза, которую произнес великий советский космонавт Юрий Гагарин, когда отправлялся в первый космический полет. Сегодня ему на смену пришел новый покоритель вселенной – Илон Маск. Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX и сооснователь компании Tesla. 31 номер в глобальном рейтинге Forbes. Состояние у него космическое, под стать бизнесмену, связанному с космосом. 42,5 миллиарда долларов. 49-летний американский бизнесмен, изобретатель, миллиардер и отец шестерых детей, Маск, директор автомобильной компании Tesla и космического гиганта SpaceX. Последний месяц весь мир в прямом эфире следил за его невероятным проектом – запуском корабля Crew Dragon. Америка уже началась. Что случилось? Так что вновь появляется новая эра американских спейс-флотов. И с ней мечтает, что новая генерация, продолжает мечтать. Невероятно. В июле акции Tesla достигли исторического максимума – 207 миллиардов 200 миллионов долларов. Это рыночная стоимость компании. Больше, чем у Toyota. Таким образом, в среду 1 июля компания Илона Маска стала самым дорогим автопроизводителем в мире. Он вообще с нашей планеты? Многие иронизируют. Надо заглянуть в его биографию. А теперь по порядку о том, как Маску удалось пройти путь от парня из простой семьи до бизнес-легенды. Родился визионер в Южноафриканской республике. Мама – канадская модель, а отец – инженер-электромеханик. Видимо, тяга к науке уже была заложена в генах Илона. Его отец был богат и мог купить ему компьютер. Илон все время что-то писал на нем и читал. Эта же любовь к знаниям сыграла с Илоном злую шутку. В школе он имел репутацию всезнайки, за что ему частенько прилетало. Однажды его избили так сильно, что врачам пришлось чинить сломанный нос. Интересно, где сейчас эти хулиганы? Пишите в комментариях. Маск все больше замыкался в себе и в итоге компьютер стал его лучшим другом. Он научился программировать и в 12 лет разработал свою космическую аркаду «Бластер», за продажу которой получил свой первый гонорар в 500 долларов. Чтобы избежать призыва в армию, Маск в 17 лет переезжает в Канаду. Зарабатывает на ферме у своих родственников на лесопилках. Убирает котельные за несколько долларов в час. Но в конце концов в 1992 году Маск уезжает учиться в Америку. Там он заканчивает университет Пенсильвании, факультет физики и экономики Уартонской школы. Степени бакалавра для Маска оказывается недостаточно. И он решает продолжить обучение в одном из лучших университетов мира. И в 1995 году поступает в Стэнфорд. Но защитить докторскую Илону помешает его тяга к бизнесу. Чтобы погасить долги за обучение, Маск со своим братом Кимбалом делают ставку на интернет. И вместе они создают первый проект Global Link. По сути, это был электронный справочник компании. Для своего стартапа братья сняли офис, в котором не только работали, но и жили. Потому что денег на аренду квартиры не было. Global Link развивалась и в конце концов нашла своего инвестора. Подготовиться к переговорам братьям помогла их мама. Накануне вечером мы с Кимбалом были в типографии и печатали презентации для венчурных вкладчиков. А это стоило один доллар за страницу, потому что они были цветными. И, конечно, им пришлось использовать мою канадскую кредитку, потому что американскую я получить не могла. И на следующий день они пошли и получили финансирование для своей первой компании Zip2. Мы не могли в это поверить. Американский фонд More David of Ventures согласился инвестировать в Масков 3 миллиона долларов. Но в обмен на основной пакет права собственности. Генеральным директором стал опытный бизнесмен Рич Соркин. Илон Маск сохранил за собой место исполнительного вице-президента и технического директора. Компанию переименовали в Zip2. По сути, это был прототип того, что гораздо позже стало нам известно как Google или Яндекс.Карты. Сервис помогал найти на карте офис и проложить к нему кратчайший маршрут. Спустя несколько лет Zip2 перекупила компания Compact Computer. Сделка обошлась в 307 миллионов долларов. И 22 из них ушли на личный счет Илона Маска. Опыт программирования он решает применить в финансовой сфере. Вместе со своим братом Кимбалом создает один из первых онлайн-банков XCOM. В 2001 году сервис объединился с платежной системой PayPal. Маск стал президентом компании и директором по контролю производства. В первые же месяцы существования компания начала обслуживать электронные аукционы. Так, к апрелю 1998 года более 1 миллиона аукционов на eBay предлагали оплату посредством платежной системы PayPal. Но хоть дела у сервиса шли в гору, дороги Илона Маска с PayPal все-таки разошлись. В октябре 2002 года компания была поглощена корпорацией eBay за полтора миллиарда долларов. Сколько получился этой сделки сам Илон, точно неизвестно. По разным оценкам сумма варьировалась от 165 до 180 миллионов долларов. Вообще Маск поклонник кино, фантастики и, конечно, науки. Поэтому миллиардер нашел себя в электрокарах и освоении космоса. В 2002 году Илон Маск создает свою третью компанию SpaceX, частного производителя космической техники. Бизнесмен вкладывает 100 миллионов долларов и ставит перед собой и компании абсолютно безионерские цели. Сократить расходы на полеты в космос в 10 раз и колонизировать Марс. Кто бы мог подумать, что тот мальчишка, который терпел издевательства в школе, станет ньюсмейкером всего мира и героем мема. Как тебе такое, Илон Маск? 30 мая этого года компания SpaceX осуществила первый запуск частного пилотируемого корабля Crew Dragon. До этого на МКС астронавтов доставляли только российские корабли в Союз. Кажется, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин немного напрягся от успеха коллег. Это, по сути дела, восполнение того пробела, который есть в американской космонавтике, а не в российской. Ну, в Роскосмосе свои пробелы заполняют с помощью лифтов с голосом Гагарина. Ну, вы поняли. Но SpaceX не единственная компания Маска, которой завидуют. Автомобильный гигант Tesla – еще один источник вдохновения, дохода и единственная публичная компания-миллиардера. Вопреки распространенному заблуждению, основал Tesla Motors не он, а инженеры Мартин Эберхард и Марк Тарпенинг в 2003 году. Маск присоединился к команде лишь спустя год. Но даже в автомобильном бизнесе Маска находится место космосу. Ракета-носитель Falcon пару лет назад отправила в космос личный автомобиль миллиардера – красный кабриолет Tesla Roadster. За рулем автомобиля был манекен в скафандре. На приборной панели машины написано «Не паникуй», а из динамиков в космосе играла песня Дэвида Боуэй. И вновь Маск обсуждал весь мир. Вообще его высказывания попадают в прессу практически каждый день. В твиттере он иногда пишет на русском языке, может обрушить капитализацию компании Tesla одним постом и назвал своего последнего ребенка непроизносимым именем – XSH-A12. В общем, первые 500 долларов 12-летнего Илона Маска превратились в 42-миллиардное состояние, а сам он в прототип героя комиксов Marvel. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Режиссер серии фильмов «Железный человек» Джон Фавро признавался, что его образ миллионера, супергероя Тони Старка основан на личности Маска. А недавно в сети появилась совместная фотомаска с рэпером Канни Уэстом, его новая девушка-панк-певица Граймс. Вот такое эпатажное окружение у бизнесмена будущего. Мне всегда интересно, как работают механизмы в бизнесе. С доставкой все оказалось предельно понятно. Вкратце расскажу. Клиент заходит на сайт или в приложение Spar, заказывает пиццу или там клубничку, например. Колл-центр этот заказ обрабатывает, находит ближайший клиенту магазин. В магазине Арамис, который брал меня на стажировку, распечатывает накладную с заказами. Отдает это наборщику Ане. В нашем случае Аня идет в супермаркет, как клиент. Прямо в залы, не на какие-то там склады. Выбирает все сама, проверяет сроки годности, спелость, яблок и так далее. Потом Аня пробивает все на кассе, упаковывает и передает курьеру, то есть мне. А я уже везу заказ до адресата. Теперь несколько слов про сам бизнес. Мы поговорили с исполнителем-директором Spar Online в России. Количество заказов у вас выросло за пандемию? То есть для вас это какой-то плюс? Потому что мы записали столько интервью негативных, когда кто-то что-то терял. Вы-то выиграли, наверное? Да, мы, безусловно, выиграли. Наши заказы увеличились в тысячу раз. В тысячу раз? В тысячу раз. Это не метафора, это реально? Это не метафора, это реально. Мы расширили зону доставки по всей Москве. Мы сейчас доставляем просто в любую точку Москвы. Были разные истории, когда курьеры разных сервисов говорили, что это невыносимо сложная работа, что переработки, что штрафы. У вас это как обстоит? Потому что я думаю, что в каждой компании все по-разному. Во-первых, в компании Spar никогда не штрафуют своих сотрудников. Вот это просто не в онлайне. Просто увольняем, кто не соблюдает. Ну, отлично. Сразу, да. Сразу увольняем. Супер. Поэтому мы не штрафуем, мы даем ту гарантированную оплату, которую мы озвучиваем на время с собеседами. У нас есть постоянная оплата и сделка. То есть курьер, у него есть минимальная сумма, которую он получает за день. И плюс, если он работает лучше всех, быстрее всех, у него есть коэффициент повышения зарплаты. Поэтому самую шуструю у нас получает очень достойную зарплату. Расскажите, ну сколько это? У вас есть такой стахановец какой-нибудь? Ну, у нас даже есть курьер, который получил 80 и 100 тысяч рублей. 80 тысяч рублей. Да, даже такие есть курьер. Но это надо работать по 12 часов в день или сколько? Нет, не обязательно. Просто курьер, когда уезжает из точки, если он правильно выстраивает свой маршрут, коммуникации с клиентом, когда он едет, он обзванивает клиентом, что он едет, то он может выполнять свою работу гораздо быстрее. И знание города тоже влияет, когда он может объехать какие-то пробки и так далее. Сколько вы людей наняли на работу за время пандемии? Мы, в принципе, в 10 раз увеличили штат. Но это сейчас в убыток идет вам? Нет. То, что у вас такой гигантский штат? Нет, мы уже вышли в плюс в апреле месяце по данному направлению. Круто, круто. То есть у нас это направление абсолютно здоровое. То есть это сейчас не доставка ради того, чтобы была доставка? Нет. Вот раньше, до пандемии, это именно было так. Доставка ради доставки. Ну, просто, чтобы у нас была такая опция, что мы такая классная компания. Сейчас это окупилось. Да. Следующий инноватор из мира IT – наш российский бизнесмен Аркадий Волош. Аркадий Волош – генеральный директор Яндекс.НВ. Номер 76 в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2020. Фамилия Воложа неразрывно связана с историей становления Ронеда. В сериале Андрея Лошака «Холи Вар» приводится интервью Воложа 10-летней давности об истории компании. Был американский рынок интернет-компаний, которые расцветали, как грибы, как цветы. В них инвестировали, это был бум. И к нам тоже стали приходить люди из другого для нас мира, финансисты. Люди, которые для нас казались полными иностранцами. Хотя казалось, что они говорят по-русски, но слова были абсолютно непонятные. И пришло это к тому, что в феврале 2000 года мы договорились с одним из таких фондов. Мы выделили группу Яндекса из Комптека. Мы взяли, подняли инвестиции от фонда, дали им за это треть компаний, чуть больше. И с марта 2000 года формально существует ООО «Яндекс». Создатель Яндекса предпочитает полностью погружаться в свою работу. Интервью с ним – большая редкость. Но мы его взяли. Как вы считаете, интернет должен быть тоже свободным? Ну, было бы неплохо. Аркадий родился в небольшом городке Гурьев в Казахстане. В семье геолога и преподавателя музыкального училища. Имея перед глазами опыт отца, специалиста по нефтяным месторождениям, Аркадий решил попробовать себя в науке. Ведь физика и математика интересовали его с самого детства. В школе он знакомится с Ильей Сигаловичем. Они становятся лучшими друзьями и вместе решают уезжать учиться в Москву. Воложь и Сигаловичи решили поступать в МГУ, однако не прошли по конкурсу. В итоге Аркадий стал студентом Института нефти и газа имени Губкина, поступив на факультет прикладной математики. Сигаловича зачислили в Московский геолого-разведочный университет. Как вспоминает сам Аркадий, персональный компьютер он впервые увидел в институте на четвертом курсе. До этого ему приходилось иметь дело с тем, что тогда называлось ЭВМ. Трудовую карьеру Воложь начал в конце 80-х. И уже тогда он занимался исследованиями в области больших данных. Работал в Институте проблем управления. Тогда Аркадий и решил впервые попробовать себя в бизнесе. В институт пришло задание создать кооператив, который получил название «Магистр». Воложь выступил его соучредителем. Кооператив занимался тем, что закупал на родине. Семечки поставлял их в Австрию в обмен на персональные компьютеры. Единица обмена покажется сегодня шокирующей. Вагон семечек обменивался на вагон оргтехники. Кстати, за время работы в кооперативе будущий миллиардер заработал целых два персональных компьютера. Денег от их продажи хватило Воложу на покупку квартиры в Москве. Диссертацию Аркадий Воложь так и не дописал, но зато решил выучить английский. Его преподаватель, американец Роберт Стабблайн, впоследствии стал партнером Воложа. Кто-нибудь из этого выйдет толковый? Аркадий сказал, Роберт, не беспокойся. Когда-нибудь что-то очень интересное из этого выйдет. Вместе с ним и другом Ильей Сигаловичем они открыли фирму Комптек и стали поставлять в Советский Союз компьютеры. В середине 90-х в постсоветскую Россию приходит интернет, что становится поворотным моментом в карьере Воложа и его партнеров. Они начинают заниматься разработкой собственной поисковой системы. Поначалу они планировали выгодно продать свою разработку другим IT-компаниям. Приходили даже в Рамблер, предлагали ее за 50 тысяч долларов, за 15 тысяч долларов, но никто ее не купил. В итоге в компании решили попробовать прорекламировать себя. И мы нашли один из первых рекламных роликов Яндекса, где снимался дизайнер Артемий Лебедев. С 1997 года логотипы для Яндекса рисует его студия. В этот момент в Рунете появляется сайт yandex.ru. Через несколько лет, в 99-м, Яндекс вошел в семерку самых популярных русскоязычных сайтов. И тогда же появляются те самые желанные покупатели. Но Волож принимает решение сохранить контроль над компанией. И как мы видим, не зря. Сначала компания проходит множество препятствий, но через 5 лет все-таки становится прибыльной. В 2002 году и к концу 2002 года мы стали прибыльной компанией. А в 2011 году Яндекс.НВ вышла на IPO. Размещение Яндекс.НВ на Nasdaq прошло триумфально. За первый день торгов акции компании выросли более чем на 55%. На IPO у вас такая невероятная эмоция, на этих фотографиях известных. Что вы тогда почувствовали, когда вышли на IPO, официально стали миллиардером? Секрет этой фотографии очень прост. И любой профессиональным фотографам ее расскажет. Когда объявляется IPO на Nasdaq, взрывается хлопушка. И все вздрагивают. И в это время делается этот снимок известный. Вы что, просто испугались? Ну, когда на вас летит конфетти, то ловятся разные кадры. В 2011 году Волож впервые оказывается в списке богатейших бизнесменов по версии Forbes. Тогда его состояние оценили в 1 миллиард 150 миллионов долларов. И в этом же 2011 году он оказывается героем обложки Forbes вместе со своим другом и партнером Ильей Сигаловичем, в честь которого сейчас учреждена премия для ученых. Сигалович и Волож с самого начала дополняли друг друга. Многие полагают, что Илья был больше ученым, а Аркадий – предпринимателем. Но по мнению Воложа, для успеха в бизнесе можно быть совершенно разными. Илья гораздо более талантливый ученым, чем я. Он победитель Олимпиады, а я всесоюзный, а я всего лишь республиканский. Какими вы были, когда вы только начинали компанию, вот именно как два молодых парня? Какими надо быть людьми, чтобы начать такой бизнес? Людьми можно быть абсолютно любыми произвольными. Во фраках ходить не обязательно. Премию получать желательно, но тоже не обязательно. И хороший бизнес получается из самых разных людей. Как и наш предыдущий герой Илон Маск, Аркадий Волож – многодетный отец. У него трое детей, старший из которых Лев Волож успел поработать на отца. Он и запустил сервис Яндекс.Такси. Сегодня состояние Воложа оценивается в 1 миллиард 200 миллионов долларов. Стажерский день мой, надо признаться, оказался очень прост. Я готовился к худшему, мне хотелось показать вам драму. Пешие многокилометровые прогулки с тяжелым рюкзаком, а тут я даже не водил машину. Зато разузнал у Ильи все детали профессии. Я боялся, что он будет не разговорчив, но ошибался. Илья, ну у меня к вам сразу несколько главных вопросов. Сколько вы работаете курьером, сколько зарабатываете, кем были док, кто по образованию? Ну вообще я заканчивал экономический институт в свое время. Но все это было давно, работал по специальности. Потом стал водителем, и мне это понравилось. И в принципе не вижу в этом ничего зазорного. Работаю сейчас курьером и неплохо себя чувствую. Я работаю только в спаре. Ну бывают единичные какие-то там подработки, когда есть время и желание. И все срастается как бы в удачную сторону. График у меня два через два, как бы, в любой работе. И вот, соответственно, два своих выходных дня я могу как бы где-то подработать. Сколько вы максимально зарабатывали? Максимум у меня был 1080. Точно был. Может быть было больше. Есть люди, которые совмещают эту же работу с такси. Вот, в кризис к нам приходили очень много стажировал людей. Это были повара, потому что закрылся ресторанный бизнес. Это было очень много администраторов каких-то заведений, потому что, соответственно, массовые гуляния прекратились. Администраторы остались без работы. У всех есть семья, у всех есть кредит, у всех есть свои финансовые обязательства. Многие, многие, да, ринулись именно в курьеры. На данном этапе я уже несколько лет работаю водителем, именно курьером. На данном этапе меня все устраивает. Мне нравится, мне нравится быть за рулем, мне нравится управлять автомобилем. Я получаю удовольствие. Каждый человек в своей жизни должен, во-первых, в главную очередь, получать удовольствие от своей работы. Пока она мне доставляет удовольствие, я работаю. Если вдруг мне надоест быть курьером, да, я буду думать, что что-то менять. Но сейчас, на данном этапе, меня, в принципе, все устраивает. До первого заказа мы ехали примерно минут 25-30, а с момента приготовления пиццы прошло, ну, около 50 минут. Это наш подъезд. Наш подъезд. 283-й паркет. Как зовут? Зовут Светлана. Сейчас мы проверим, грубые клиенты или не грубые. Не берет. Светлана. Ну, просто сразу открыли. Даже не спросили, кто это. Меня всегда волновало, когда доставляешь пиццу. Нет соблазна самому ее вот съесть. Пахнет же. Да, она пахнет. Если ты голден, соблазн велик. Это же испытание, волевое, каждый день. Да, у нас у курьеров непростая работа. Очень непростая. 283-я. Здравствуйте. Вас снимает скрытая камера. Ваша пицца. Проверять будете? Да нет, мы вам доверяем. Доверяете сразу? А вдруг я ее откусил? Ваша пицца. Четыре сыра. Давайте поставлю вам. Давай. Да, а вы потом разберете все. Все прикладывайте. Вы уже постоянно заказываете после карантина? Да. В магазин не ходите практически? Ну да, вот это вы адаптируете. Сколько времени экономят? Ну, полдня точно. Полдня точно экономят. Хорошего дня, приятной пиццы. Мы поехали. Все хорошо. Именно так цепочка от заказов приложений до пиццы на столе у клиента замкнулась. Далее все заказы по той же схеме. Доставка в день заказа. Да, клиенты бывают разные. Бывают и с негативными. Как бы с негативом встречают. Но при общении всегда выходим на положительные какие-то стороны. И такого то, чтобы нападали на курьеров, в моей практике не было. Для наших подписчиков, партнеры этого выпуска, сеть супермаркетов Евроспар, объявляет конкурс. Пишите нам в комментариях, прямо под этим видео, может быть, вашу историю первых шагов в бизнесе или ваших знакомых. Победитель получит карту супермаркета на покупки в размере 5000 рублей. Участвуйте. Следующий наш герой – звезда частного бизнеса Дальневосточного региона. И тоже из сферы электроники. Дмитрий Алексеев – совладелец и президент группы компаний «ДНС». Издание оценило его состояние в полмиллиарда. Он занимает 179-ю строчку рейтинга. Алексеев – новичок этого года в рейтинге богатейших бизнесменов по версии «Форбс». Меньше года назад мы делали материал о том, как генеральный директор «ДНС» Digital Stores командой построили миллиардный бизнес на электронике. Тогда Алексеев еще не входил в российский список «Форбс». В 2020 году мы оценили его состояние в 500 миллионов долларов. У меня философское отношение к деньгам, мне они не особо нужны. Я никогда не испытывал потребности что-то быстро там заработать. Интервью, кстати, не мы решили записывать вот так. Алексеев сам предложил живописное место, а не свой кабинет. Тогда мы взяли два стула из Приморского Мариинского театра, нам их любезно дали в столовой и организовали импровизированную студию. А как вы думаете, вам помогло то, что у более консервативной вашей специальности не было такого быстрого роста, как у мобильных телефонов, то, что, наверное, на вас не так сильно обращали внимание силовые органы или еще кто-нибудь? Ну, поверьте, на нас силовые органы тоже обращали внимание, и мы не обделены им. Поверьте, это, ну, это, ну, как, ненормальная, но часть бизнеса мы постоянно чего-то делаем, то одно, то другое, орган нас много. Наша налоговая инспекция находится в Санкт-Петербурге. Это вот из этих маленьких добряков таких. Ну, ничего, ездишь туда. То есть налоговая инспекция находится в 8 тысячах километров, не близко. Да, да, то есть поход, там, съездить в налоговую инспекцию занимает, у меня это трое, ну, там, два с половиной суток чистого времени. Дмитрий Алексеев родился в 1974 году во Владивостоке, и чтобы оказаться в Форбс, ему не пришлось переезжать в Москву. Кроме того, он считает, что в родном городе масса плюсов. В центре России Москва – это как такая громадная черная дыра, да, она высасывает все вокруг, да, все деньги, да, то есть, понимаете, если вы чем-либо занимаетесь в Туле, там, да, или в Твери, то вам надо, ну, точно ехать в Москву, потому что в Туле, ну, то есть, там, тяжело с этим делом, да. Это прям заметно, вот, что вокруг, ну, примерно, да, вот как черная, самая, черная дыра, есть горизонт событий, где ничего не происходит, все там только в центре, в центре черной дыры. А у нас такая своя вселенная, тут можно как-то быть небольшому бизнесу, то есть, тебя, ну, как-то, глядишь, какой-то там гравитация не раздавит большое слишком, можно, у нас есть какая-то своя культурная самобытность, своя бизнес-самобытность, это однозначно плюс, который можно использовать. Алексеев знает свой основной продукт продажи – компьютеры от и до. Все прозаично, мы старые компьютерщики, рассказывал Алексеев в интервью. О, слушайте, ну, это уже бульем поросло, это было очень давно. Эта история заключается в том, что мне очень нравились компьютеры, я любил программировать, был компьютерщиком, и через это, пытаясь добраться до более какой-то совершенной техники, оказалось, что это уже не наука, не образование, а бизнес. Так я оказался в бизнесе, и потихонечку, достаточно неожиданно для самого себя, стал этим бизнесом заниматься. Пока это была сначала интеграция сетевая, какие-то еще там программы писал, постепенно оказалось, что розница интереснее, и затянуло случайно вот такой вот бизнес. А если поподробнее? Строили свой бизнес, что называется, в гараже. Начиналось все вообще с подвала. В одну дверь заходишь, чтобы заказать компьютер, и с другой его получаешь, вспоминает один из первых клиентов ДНС. В 93-м году Алексеев с компанией друзей-программистов начал проектировать компьютерные сети для предприятий Владивостока, а заодно собирать компьютеры. Вообще все 90-е Дмитрий с друзьями ничем не отличались от других айтишников. Собирали компьютеры и помелче занимались системной интеграцией по всей стране. В кризис 98-го корпоративные клиенты исчезли, а вот простых горожан, желающих купить недорогой компьютер, не убавилось. Нас удивило, что люди были готовы есть меньше колбасы ради покупки компьютера, вспоминает бизнесмен. Кстати, в отличие от расхожего мнения про лихие 90-е, Алексеев об этом времени отзывается наоборот, положительно. Воспоминания о 90-х, как о сплошном кошмаре, который там надо было только, не знаю, что там убегать от бандитов или цены. Ну да, конечно, было много нюансов. Но как раз, я думаю, что все-таки специфика портового города заключается в том, что в таких городах лучше торговать, чем бегать с дубинкой или еще что-то. И поэтому он достаточно быстро, все сообразили, что заниматься бизнесом лучше, чем бандитствовать. У Алексеева несколько высших образований. В 96-м окончил факультет радиоэлектроники и приборостроения Дальневосточного государственного технического университета. В 2003-м юридический факультет того же университета. А спустя 5 лет получил степень MBA в высшей школе бизнеса МГУ. Сейчас он уже и сам выступает в своей альмаматор в Дальневосточном университете с лекциями на свободные темы. Мне очень нравились компьютеры, я любил программировать. И был компьютерщиком. И через это, пытаясь добраться до более какой-то совершенной техники, оказалось, что это уже не наука, не образование, а бизнес. Компания DNS была основана в 1998-м году. А сейчас на ее счету практически полторы тысячи магазинов и более 15 тысяч сотрудников. У нас рыночная отрасль, причем сильно-сильно диверсифицированная. Мы работаем по всей стране, во всех городах. И у нас примерно равномерный бизнес по всей стране. Мы практически не зависим ни от какой местной власти. Будут проблемы в одном регионе, ничего страшного. Другие поддержат. Конечно же, мы спросили Дмитрия о главных качествах, которые требуются бизнесмену. Ему нужна все-таки мобильность, прежде всего, чтобы все-таки собраться и переехать в Владивосток. Если не надо, переехать в Владивосток. Целеустремленность, усидчивость и целеустремленность. Надо понимать, что на первый раз не получится, надо быть готовым к тому, что на второй раз не получится. И вот к десятому разу, ну, как тому повезет, к пятому разу только начнет что-то получаться. Ну, и в завершении яркая история о том, как ДНС завоевывал рынок Сибири. Выкрашенная в ярко-оранжевый цвет бронированная разведывательно-дозорная машина с надписью «Сайбертэнк» на полдня перекрыла дорогу омским автомобилистам, образовав в городе огромную пробку. Так, вместе с военной техникой в Омск въехала розничная сеть компьютерных супермаркетов ДНС из Владивостока. Но ради справедливости отметим, что у этой истории есть западный. Известный аналог, сэр, миллиардер Ричард Брэнсон, когда создавал свою Virgin Call, въехал прямо на Таймсквер на танке. Но об этом в следующем выпуске. Поэтому подпишитесь на канал сейчас, чтобы не пропустить. Вот и подошел к концу мой первый стажерский день. Не сказать, что это легкая работа, даже на машине пробки занимают много времени. Работая как Илья, постоянно я бы смог сделать 4000 рублей за одну смену, плюс мне бы покрыли расходный бензин. А то в машине можно слушать что-нибудь полезное и даже периодически подглядывать одним глазом в наш канал. Учитывая, что работа курьером посменная, свободное время можно использовать на построение планов по попаданию в список Forbes. Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями, ставьте лайки. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!